МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Эта программа выйдет 20 и 21 марта. 20 марта — День счастья. Сегодня, в этот счастливый день, состоялась очередная сессия Одесского городского совета. И я пригласил в студию депутатов нашего горсовета, депутатов от фракции партии «Самопомощь» Александр Амицын, здравствуйте! Здравствуйте! И Анну Познякову, которая является по сегодняшний день руководителем этой фракции в Одесском городском совете. В связи с тем, что сегодня такой веселый и счастливый день, скажите, пожалуйста, в интернете распространяется какая-то информация о том, что сегодня на сессию не пускали активистов. Так ли это? Безусловно, это так. Я думаю, что сегодня не все смогли насладиться празднованием Дня счастья, особенно этот день стал не очень счастливым для жителей французского бульвара. Я думаю, в будущем одесситы в этом убедятся, потому что столь хаотичная застройка французского бульвара приведет к логичному продолжению того транспортного коллапса, который сегодня уже сложился на Гагаринском плато. Отсутствие необходимой транспортной инфраструктуры, отсутствие социальных объектов, хаотичная застройка, нагрузка на сети городские, все это приведет к тому, что скоро французский бульвар, как и Гагаринское плато, в принципе, при всей элитности и стоимости за квадратный метр в этом районе, станет непригодным для жизни. Александр Сергеевич, скажите, пожалуйста, сегодня же на этой сессии прозвучал упрек одного из депутатов в адрес вашего лидера, мэра Львова, господина Садового, который как бы заявил о том, что Одесса не использует свой туристический потенциал полностью, а вот Львов, в отличие от Одессы, ну он, может быть, в связи с тем, что немножко занялся саморекламой, а Львов действительно вот идет впереди планеты всей. Правда ли это и действительно ли Садовой должен измениться перед нами? Ну, думаю, что Садовой не будет извиняться перед нами, потому что, в общем-то, информация немножко испорчена. Весь сырбор разгорелся из-за того, что СМИ дали цифру 2,5 миллиона иностранных туристов во Львове, а на самом деле это просто 2,5 всего туристов приехало в Львов в прошлом году. 2,5 миллиона? Да, 2,5 миллиона, не иностранных, а всего. В Одессу приехало, по данным нашего департамента, где-то около 3 миллионов туристов, тоже всего. Может быть, во Львов приезжает, конечно, больше иностранных туристов. Это связано с развитой инфраструктурой, прежде всего, железнодорожной и аэропортом, ну, у нас... И близостью к границе. Да, совершенно верно. То есть, очевидные факты, и их ничего подтверждено. Ну, Одесса — туристический город, и, будем говорить, приезд туристов сюда — это, прежде всего, доходы малого и среднего бизнеса в Одессе, которые помогают наполнять городской бюджет. Ну, то, что высказывание депутатов о мэре Садовом, то есть мэр Садовой доказал как-то свою, будем говорить, значимость для города, для Львова, прежде всего. И львовяне его избирают на, по-моему, уже третий срок, если я не ошибаюсь. Вот. А не перед кем, конечно, Садовой избинаться не будет. То, что кто-то из депутатов сегодня в сессионном зале захотел немного минутку саморекламы и пиара за счет Садового, ну, это, к сожалению, реалии нашей местной политики. Ну, тогда третий вопрос, который возникает сам по себе уже. Как вы относитесь к тому, что господин Садовой снял свою кандидатуру с президентской гонки, как говорят? Ну, это было, в принципе, это был программный ход, стратегический ход, который заранее обговаривался. И изначально шла речь о том... Вы знали об этом? Ну, партийный актив, безусловно, знал о том, что будет объединение. Понятно. В пользу Гриценко? Ну, в пользу Гриценко или нет, это заранее не было известно. Все решили, решил Праймерис накануне. Таким образом, у вас нет никаких претензий к лидеру партии по поводу того, что он как бы подвел вас? Ну, если ты являешься членом партии, у тебя есть претензии, то тогда следует из этой партии, наверное, выйти. Понятно. Но вы не собираетесь поговорить. Пока нет. Итак, вернемся к сессии. Сегодня на сессии, вот, яблоком раздора был французский бульвар, да? Безусловно, да. Основная тема. Основная тема. Но вы подняли тему и парка, по-моему, на 4-й станции или в Дорской дороге. Это не парк, это небольшой сквер, это небольшая зеленая зона, которая сейчас зажата со всех сторон новостроем. Это достаточно быстро растущий микрорайон. Напомню нашим телезрителям, это жилые комплексы вот Аль-Таир, там и рядом Стеконовские комплексы, и дальше сейчас идет только начинается строительство, огромное количество, там целый микрорайон вырос. Ни одной зеленой зоны в этом микрорайоне нет. Точно так же в этом микрорайоне нет никакой социальной инфраструктуры. Генеральные планы, в частности, зонинг предусматривает в этом районе. И изначально жителям было обещано строительство детского сада и школы. К сожалению, на месте школы, по-моему, возвели очередную высотку, а место детского сада еще пустует. Так вот, мое предложение было все-таки вернуться к вопросу строительства детского сада непосредственно на том месте, которое было запроектировано. И рядом находящаяся зеленая зона, на которую пока еще никто не положил глаз из наших предприимчивых строительных компаний. на сегодняшний день это совершенно не конфликтный вопрос. То есть вопрос непринятия этого решения о создании сквера в этом районе, он лежит в политической плоскости. Потому что этот вопрос был вынесен... Организационной просто, да, будем так говорить? Ну, либо в организационной, либо в политической, тут уже каждый может решить сам по себе. Но там есть силы, которые возражают против этого сквера. Ну, логического объяснения и логических возражений на сессии представлено не было. Потому что есть к этому проекту все согласования. Управление архитектуры согласовало проект. Управление, юридический департамент также оставил свою визу. Этот вопрос выносится уже второй раз в сессионный зал. И второй раз коллеги депутаты, к сожалению, не все. Спасибо тем 25 депутатам, которые поддержали проект. Но, к сожалению, тех голосов не хватило. Так вот, почему-то депутаты большинства отказываются поддержать проект создания зеленой зоны. При этом зачастую многие из них в телеэфирах или в каких-то пресс-конференциях рассказывают о том, что город необходимо озеленять. Зеленых насаждений должно быть больше. Но при этом методы и действия совершенно противоречат тому, что... Александр Сергеевич, спасибо. Александр Сергеевич, скажите, пожалуйста, почему происходит вот та ситуация, которая происходит постоянно? У нас в Одессе строятся коробки. Зачастую идет даже реклама по телевидению, архитектурных в кавычках, я говорю, ценностей нашего города. Реклама. Реклама нового жилья, как бы, с одной стороны. С другой стороны, это с высоты дрона, то есть с высоты съемок летательным аппаратом, да, с высоты дрона облет группы коробок высокоэтажных, многоэтажек, которые не представляют, прямо скажем, никакой украшательной архитектурной ценности для нашего города и вообще для всего мира, не является архитектурной ценностью, прямо скажу. И это все производит впечатление того, что город превращается в подсобку обувного магазина, где на витрине стоят очень красивые обуви, это центр города, да, центр, несколько улиц, а когда ты заходишь в подсобку, там одни коробки, и ты не знаешь, что в этих коробках, просто стоят коробки, огромное количество. Вот эти коробки заполняет наш город. Почему вы поднимаете эти вопросы, вы говорите об этом в пресс-конференции? Я имею в виду депутатов, не только вас, депутаты разных партий, разных направлений, говорят, 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 но когда дело касается выделения участков и так далее, и тому подобное, то все практически, большинством, подавляющим большинством принимают решение о том, что эти коробки должны стоять и дают свое согласие. Почему это происходит? Это коррупционная составляющая. Что это? Я думаю, что там есть комплексный подход. Я не следователь и не оперативник. Ну понятно. То есть, как бы не хочется говорить, что там есть 100% коррупционная составляющая, но есть ли люди, которые живут в нашем городе и голосуют за хаотическую застройку, которая не просто уродует город, она просто-напросто, будем говорить так, что снижает ценность города, его архитектурного ансамбля и проживание жителей в различных районах города. Вследствие этого или есть там, будем говорить, интерес у каких-то групп, которые голосуют за этот проект, проекты, или есть коррупционная составляющая. Третьего не дано. То есть, просто-напросто, чтобы депутаты голосовали за проекты, которые потом им же не дают возможности проехать по городу, и их дети не могут пойти в школы и детсады, которых нету. Вследствие этого мы наблюдаем вот такой вот буминг-хаус в городской застройке. Я, Анна Ивановна, я прошу вас объяснить мне, человеку недалекому в этом плане. В каком плане? Сейчас скажу. Не прибедняйтесь. Нет, я не прибедняюсь. Проект их распоряжений и решений совета примерно звучит так, формулировка. Дать в аренду на 5 лет, в аренду на 10 лет, в Одессу в аренду на 3 года. А далее следует так, для строительства и обустройства помещений по там обслуживанию высотных, или не высотных, по обслуживанию территорий и так далее, и тому подобное. Для строительства и... Объясните мне, как можно дать территорию в аренду для строительства на 3 года, если это строительство будет длиться 5 лет, а может быть 2 года. И вообще, что произойдет с тем строением, которое появляется за эти 3 года на этом участке? Почему на 3 года, а не на 50 лет, 100 лет, 150 или 230? Этот вопрос, он лежит в юридической плоскости, я бы не стала ему уделять достаточно большое внимание. Количество лет аренды указывается по заявлению того субъекта, который подает документы на аренду. То есть, если в заявлении будет написано 3, 5, 10 лет, то есть на такое количество там сесть, и будут разработаны документы. Что произойдет дальше, ничего не произойдет, то есть дом не снесут и не рухнет. Дальше, возможно, аренда перейдет к какому-то другому субъекту. Допустим, будет создана ОСНД в доме, и аренду переоформят на этого ОСНД, либо на обслуживающих. То есть, в зависимости от того, какие намерения дальше будут строить. Чисто формальная передача в аренду к какому-то физическому, юридическому, вернее, или физическому лицу. Самый главный нюанс, какую именно землю и под что? И с этим надо попрощаться, потому что через 3 года все равно эта аренда или эта земля не является предметом какого-то там, каких-то изменений. Нет, землю в аренду можно передать только в том случае, если на ней есть строение, на которое у заявителя есть право собственности. То есть, пустой участок земли в аренду никто не передает. На каждом из этих участков, о которых речь идет на сессии городского совета, есть какой-то объект недвижимости, на который у заявителя есть право собственности. Вот это отводится земельный участок. То есть, в любом случае, это не пустующий земельный участок, и собственник может что-то построить. Самый главный вопрос, что он построит. Какая это будет этажность, какой вид будет у этого объекта, насколько этот объект необходим именно в данном районе, потому что, прежде всего, заказчиком должен быть город. Как это все происходит за границей, допустим, в других городах, в мире. Тот же управление архитектурой, которое есть в любом городе мира, мэрия, разрабатывает и дает заказ, каким они видят наш город. Допустим, здесь в этом районе будет спальный район, а здесь будет промышленная зона, здесь будет какой-то, я не знаю, образовательный хаб. И выставляют тот или иной, как говорится, объект на конкурс. То есть, пожалуйста, участвуйте, побеждайте, давайте свои проектные предложения и выбирают лучшее предложение. К сожалению, в Одессе, ну и, наверное, я не буду далека, в Украине. В Украине, во всей Украине, а мы далеки от этой реальности, побеждает не лучший проект, а тот проект, который, как говорится, вот удалось, как Александр Сергеевич говорил, каким-то образом убедить депутатский корпус. Понятно. Александр Сергеевич, ваше мнение по поводу парковок и исключения из стоянки автомобилей центр города. Ну, скажу так, по поводу парковок. С парковками, конечно, надо наводить порядок в городе. Но если их наводить вот такие вот, с помощью концепции, которая сегодня была выдвинута на сессии, то вряд ли эта концепция приведет к тому, что мы сможем спокойно проезжать по центру города, парковаться по центру города и, самое главное, наш общественный транспорт будет ходить беспроблемно и перевозить пассажиров, так как это делается во всем мире. И даже будем говорить, в городе Киеве даже сегодня уже выделены отдельные полосы для общественного транспорта, чего не сделано в нашем городе. Потому что отдельные полосы для общественного транспорта и парковки это не совсем совместимые вещи. То есть во всем мире транспорт перехватывается на подъезде к городу, делаются так называемые парковки, которые перехватывают этот транспорт и дальше люди или садятся на, будем говорить, на общественный транспорт или ходят пешком На велосипедах, самокатах, благо сегодня есть электровелосипеды, электросамокаты, то есть выбор будет огромный. Тот, кто хочет парковаться в городе, как во всех европейских столицах, он или делает себе подземные паркинги, будем говорить так, или паркуется, будем говорить, в своих собственных дворах. Ну, грубо говоря, эти машины не стоят на тротуарах и не мешают общественному транспорту и просто транспорту, который обслуживает сегодня одесситов. Вот теперь мы закончили по поводу сессии внутригородских проблем, и я хочу вас направить несколько в другую сторону, более, я бы сказал, масштабную. Я сейчас хочу процитировать несколько опубликованных цитат моего замечательного, я не могу сказать друга, но человека, которого я очень уважаю и которого я люблю даже. В Украине это, можно сказать, редко, экономиста, философа, публициста Александра Пасхавера. Вот что сказал Александр Пасхавер недавно в одном из своих интервью, а он всегда говорит очень неожиданные как бы вещи. Майдан не дал нам понятное понятие, вокруг которого сплотились бы политиков, вокруг которых сплотились бы люди. Наши активисты не создали достаточно политических движений, не выдвинули лидеров, способных увлечь за собой. С этой задачей Майдан не справился. Согласны ли вы с этим утверждением, даже в связи с тем, что лидер вашей партии является одним из самых таких ярких оппозиционеров сегодня? При всем уважении к автору, у меня встречный вопрос. А разве задачей Майдана было рождение политиков? У Майдана были совершенно другие конкретные задачи, с которыми, на мой взгляд, Майдан так или иначе справился. А вот создание новой политической элиты, это занимает, к сожалению, не полгода, не год и даже, наверное, не пять лет. Это новые этапы в развитии государства, в развитии страны. И эту элиту политическую, ее придется вырастить и воспитать. И начинать, я предлагаю, все-таки, наверное, с детского сада. Александр Сергеевич, теперь пасхавер к вам. Раньше, говорит пасхавер, мне казалось, что Украина самая неудачливая страна из всех постсоветских стран. Но сейчас чувствую, что это не так. У нас появился шанс, его еще предстоит использовать. Как вы думаете, в чем этот шанс? Ну, шанс прежде всего в том, что, будем говорить, общественность может заставить политиков следовать тем ценностям, демократическим прежде всего, которые позволят нашей стране пройти какой-то эволюционный путь развития и перейти к той системе управления, которая сегодня существует на Западе, прежде всего, в демократическом Западе. И таким образом создать те институты, которые будут исповедовать эти ценности. Потому что на сегодняшний день у нас нет институтов, которые исповедуют эти ценности. Это суды, это исполнительная власть. И те активисты, которые пытаются, будем говорить так, какими-то методами как-то эти ценности внести в тех политик, которые сегодня существуют, к сожалению, они не смогут это сделать, потому что эти политики на сегодняшний день эти ценности исповедовать не будут. И новые институты создавать не будут, потому что это им не нужно на сегодняшний день. Я вам должен сказать, вы не читали Пасхадер, да? Но вы ответили точно так же, как ответил на этот вопрос сам автор этих струн. Он сказал, что вместо создания, то есть, вернее, наряду с созданием институтов и правил, в первую очередь, надо создавать ценности. Только благодаря ценностям мы можем благополучно и достаточно убедительно создать различные правила и институты, соблюдая эти ценности. Эти ценности всеми. Всеми. Спасибо вам большое за то, что вы приехали после сессии. Я понимаю, что сегодня сессия была не только продолжительной, вы быстро решили множество вопросов. Самые скандальные вопросы были сняты. Да, я хочу вам сказать, что спасибо за то, что вы поддержали, и, судя по всему, это решение прошло, организации центров инклюзивного образования, да? Это очень важно. То есть, вот гуманитарная часть, она, по-моему, сейчас наиболее важна в нашей жизни. Мы на нее обращали внимание так, как на третий эшелон, но на самом деле это оказалось очень важно. Мы к этому, слава Богу, начинаем приходить. Спасибо вам за то, что вы уделили нам время и объяснили кое-какие вещи, которые до сих пор я хотел выяснить именно в прямом эфире, потому что, вот, например, 5, 3 года или 10 лет, я понял, что мы даем в аренду земельные участки, очень ценные, очень красивые, очень перспективные, но не знаем, что там мы получим через 3 года. К сожалению, да. А могли бы этот вопрос контролировать? Очень жаль, что такой возможности у нас нет, хотя она должна быть в законодательном, насколько я понимаю, виде. А не просто в желании контролировать. Спасибо вам. Спасибо вам огромное за внимание. Всего доброго. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok